Пока же до лета еще далеко возможность отдохнуть детям и их родителям организуют Ирбитские учреждения культуры. Так в выходные региональный концертный зал Свердловской филармонии представил юным и взрослым ирбичанам нестареющую классику сказку Пеппи Длинный Чулок. На окраине одного маленького шведского городка есть очень запущенный сад. Музыкальные сказки, где тексты музыка существуют как единое целое, органично дополняя друг друга, уже давно и прочно завоевали популярность во всем мире. Вот и у музыкально-литературной композиции по мотивам произведений Астрид Лингрен Пеппи Длинный Чулок было все, чтобы покорить сердца ирбитских слушателей. Это и сама история, наполненная весельем и задором, и музыка молодого композитора Тихона Хренникова-младшего. Ну и, конечно, талантливое исполнение Юлии Пересильд в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра. Это мой дом? Значит, это и есть детский дом? О, милая девочка, тебе этого не понять, сказал другой полицейский и засмеялся. Ты должна отправиться в настоящий детский дом, где тебя будут воспитывать. А, а в этот детский дом можно взять с собой лошадь и обезьянку? Конечно, нет, ответил полицейский. А, ну в таком случае пусть другие отправляются в этот детский дом, я туда не собираюсь. Но ведь ты должна ходить в школу, чтобы научиться разным вещам. Это каким таким вещам, не унималась Пеппи? Ну, самым разным. Например, выучить таблицу умножения. Вот уже девять лет я прекрасно обхожусь без этой вашей таблицы уважения. Так значит, обойдусь и дальше без нее. Конечно, хотелось бы посмотреть вживую на звезду наших сериалов, на Юлию Пересит. И то, что такая детская сказка, казалось бы, программа только детская, но очень много взрослых людей, очень много пожилых людей, взрослых людей. Потому что тоже такое неожиданное сочетание детская сказка, детская программа и Большой симфонический оркестр под управлением Доркина. По единодушному мнению зрителей, этот вечер стал настоящим украшением программы регионального концертного зала филармонии. И что приятно, далеко не последним. Уже 3 февраля его посетителей ждет очередной вечер музыки и романса. Юлия Берсинева, Лариса Воложанина, Евгений Пресижнюк, Павел Тимофеев, НТС «Ирбит».